МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В машине подозреваемого находились весы и пакет со шприцем и несколькими сотовыми телефонами. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Наш визит в исправительную колонию номер 6 был бы неполным без посещения Бежицкого музея, открытого в 2018 году рядом с Бежицким тюремным замком. Постройки 1857 года руководил строительством губернский архитектор Львов. Замок двухэтажный. Наш гид по теперь уже музейным экспонатам Владимир Кузьмин, начальник отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-6. Здесь представлена экспозиция камеры, полы до нашего времени не сохранились, был деревянный настил, обычные полы и вот такого исполнения нары. В кирпичных стенах старого тюремного замка сыро и холодно. А ведь когда-то здесь годами содержались люди. Невольно сравниваешь эти условия с современным бытом осужденных в исправительных колониях региона. Небо и земля. В тюремном замке становится не по себе. Жутко смотреть на орудия пыток. Страшно идти по коридору, ведущему к месту казни. А ведь именно этот путь стал последним для томившихся в замке священнослужителей. В камеру, где они в 30-х годах прошлого столетия ждали своего последнего часа, до сих пор приносят живые цветы. Имена священнослужителей, томившихся в застенках замка, увековечены в зале современного музея. Новомученики, которые в золотых рамочках, подчисленные к лику святых. Экспонаты музея собирались по крупицам. Теперь здесь несколько залов. Первый зал у нас посвящен истории становления тюремной системы, начиная с времен Ивана Грозного. Здесь фотографии и портреты всего руководства тюремного ведомства Бежицкой земли, начиная с 19 века. А это зал воинской славы. Здесь многочисленные экспонаты посвящены сотрудникам уголовно-исполнительной системы, защищавших родину в годы Великой Отечественной войны и в период локальных войн. Отдельная экспозиция посвящена ликвидации последствий крушения Невского экспресса. Сотрудники нашего лечебно-исправительного учреждения прибыли одними из первых к месту крушения поезда. В связи с этим было спасено огромное количество людей, потому что оказали своевременно первую медицинскую помощь. Музей очень разноплановый и наглядный. Сюда приходят люди разных возрастов и профессий. Здесь проводят уроки истории и мужества для старшеклассников. Здесь же принимают присягу молодые сотрудники уголовно-исполнительной системы. Большую помощь в становлении музея оказала Тверская епархия. А главным вдохновителем создания музейного комплекса стал бывший начальник ИК-6 Владислав Лапин, ныне возглавляющий исправительную колонию номер один. КОНЕЦ